Честь открывать турнир выпала шпажистам. Парни начали схватки в двух возрастных категориях – 2001-2004 годы и 2005-2008. Затем в этих же возрастах сойдутся шпажистки, а также парни и девушки, предпочитающие рапиру. А вот третьего вида оружия – сабли здесь не будет, рассказывает олимпийская чемпионка Светлана Бойко. Просто потому, что у нас она не развивается. Разряды можно будет присваивать всех, вплоть до мастера спорта, потому что этот турнир официальный. Он входит в единый календарный план Минспорта России, поэтому, пожалуйста, одерживайте победы и любой разряд можно присвоить. Ростовчанин Петр Борщов вообще занимается современным пятиборьем, но тренер решил сравнить фехтовальное мастерство подопечных с чистыми шпажистами. Петр в первом бою победил соперника со счетом 15-10 и кроме первого места других не рассматривает, как и смену современного пятиборья на фехтование. Там более сложно. Там пять видов. Развиваешься полностью во всех этих категориях. Плавание и прочее. Уже второй год на турнир приезжает крымская делегация во главе с мастером спорта СССР, президентом Федерации фехтования Крыма Владимиром Ушаковым. Команды из республики будут сражаться в каждом виде оружия. Мы участвовали в первенстве России по кадетам. Результаты, конечно, нас немножко шокировали, но это уже как первые разы они всегда, как говорится, первый блин комом. А вот у луганского шпажиста первый блин вышел нормальным. Пока одни использовали свои маски вместо табуретки или едва сдерживали эмоции после неудачных поединков, Никита Пальчук целенаправленно шел к одной восьмой финала. Благодаря подсказкам тренера провел на две удачные атаки больше соперника и победил 15-13. Подсказывал, чтобы я входил глубже в дистанцию и работал над рукой соперника и не давал ему сближаться со мной. Упорнее тренироваться юных спортсменов призывает с плаката Лариса Коробейникова, серебряный призер Олимпиады в Лондоне. Первенство ЕФО по фехтованию продлится до 3 апреля. Марина Черных, Лев Клинов, Тагир Фатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова